всех приветствую на моем канале были вчера у друзей на даче и получилось так что собрали очень много малины малину я сам никогда не варил и сегодня сварю малиновое варенье сделаю его может быть немножко необычным разделю его на три части в одну часть я добавлю немножко гвоздики во вторую часть я добавлю звездочного аниса и третью часть я добавлю корицы ну вас морю что из этого получится так что приступим так на что следует обратить внимание на что следует обратить внимание так обращаем внимание на следующий час начала для начала я взвешу сколько у меня вообще малины находится на руках весы у меня комфортные они взвешивают у меня до 15 килограмм буду варить я малину с сахаром в пропорции один к одному да однако малины получилось в нем у меня много почти почти четыре килограмма значит следовательно из этого будем брать 4 килограмма сахара так что делаем малину сейчас пересыплю вернее рассыплю на 3 на 3 разной емкости так у меня большой емкости нету малину мыть ни в коем случае не нужно сахаром перемешаем малину и оставим ее буквально постоять еще полчасика для моей малины полчасика хватит за глаза потому что она у меня уже ночь стояла в холодильнике и сок она мне уже пустила вполне начнем малину печь так если у меня комфорка комфорка но у меня сколько получается 9 делений 9 делений это много я начну на трешечки пока чтобы сахар немножко растопился потом увеличу варить примерно буду примерно час максимум полтора посмотрим зависимости от консистенции так я не могу нас на вскидку сказать сколько чего поэтому как просмотрите видео до конца так вам будет понятно что так значит так корица корица у меня вот на звездочный анис я не знаю как он называется по-русски я верни слышал один раз я просто забыл не помню но вот такого плану так он выглядит ну и гвоздика естественно выглядит вот так что на что следует обратить внимание то есть эти приправы они очень очень интенсивны то есть ни в коем случае много не добавлять даже вот такого одного маленького маленького коры даже одного маленького кусочка коры корицы будет достаточно то есть это очень сильный приправы ни в коем случае не переборщить не берусь нужно это приправами обращаться очень нежно ну что я приступаю как все начну делать так и будем показывать посуду я беру нержавеющую сталь не эмалированную не какую-либо еще я готовить буду потому что для меня это хорошая сталь и хорошая толстая дно нормально будет пропекаться провариваться лопатка деревянная лопатка чтобы я ничего не царапал и спокойно и чтобы она мне не плавилась не отдавала какие-нибудь если это пластик чтобы никакие лишние привкусы не появились моем варенье что еще когда варенье закипит закипит и будет уже очень горячим ни в коем случае не берите варенье и не начинайте пробовать вас ложки должен получится так что вы обожжете себе и губы язык и и все на свете и потом уже малиновое варенье вам будет в этот день не в радость так что запомните это такое маленькое правило ну вот прошло 25 минут сахар начал потихонечку растворяться что необходимо делать в процессе варки ну скажем так каждые 10-15 минут необходимо массу немножко помешивать каким образом помешивать чтобы старайтесь брать я буду так мешать чтобы она у вас просто сохранила кого-либо целостный вид я щас примерно покажу как это будет температура то что вот деление 3 я взял было правильным решением иначе вопроса бы сахар у меня за кармелизовался и пригорел бы столбы собаки немножко жженым кому-то нравится такой привкус кому-то нет то есть я оставлю это нейтрально сейчас покажу как я буду мешать помешивать варенье значит смотрите как его очень просто просто со стороны не надо его интенсивно мешать нам венчиком или еще очень спокойненько лопаточкой одну прошлись чтобы варенье не приготовь сахар чтобы не пригорал вот примерно так так что еще что еще значит корицу я уже добавил здесь у меня корица здесь у меня штерн-анис смысле звездочный они садись у меня гвоздика так получилось что мы еще собрали черешню и было парочку не совсем зрелых ягод и я их просто забросил забросил варенье чтобы мало ли если вы увидите на картинке и спросят что же это такое там он варит варит малиновое варенье анг на самом деле у него не видишь что я просто забросил туда чтобы ягода не пропала вам не обязательно этого дела да ну вот в общей сложности прошло сорок пять минут от начала закладки сахара варенье начало потихонечку кипеть сейчас вот обнаружу появляется такая пеночка лично я пеночку снимать не буду я ее оставлю кому не нравится может спокойно ее снимать это дело добровольное ну поварю еще 15 минут и потом посмотрю на консистенцию так она будет я лично я предпочитаю чтобы варенье было немножко густоватным поэтому я посмотрю может быть действительно я буду варить в общей сложности полтора часа но сейчас как говорится уже 45 минут варим через 15 минут я просмотрю и скажу что и как прошло в общей сложности полтора часа все малину я выключил больше варить я ее не буду я полагаю как она остынет густота будет совершенно другой ну после того как она немного приостынет я ее разолью по банкам и вкусе сообщу дало ли что-либо то есть один одна трубочка корицы здесь три в общей три штуки от звездочного аниса и 5 гвоздик 5 гвоздик в другой в последней части ну все варенье подошла теперь его расфасую на банкам посмотрите какая консистенция получилось но вот этот полтора часа варки варенье было вполне густой вполне нормально но еще теплые значит касаемо касаемо то что я добавил корицу корица одной штучки было на 4 литра варенья маловато вкус нет не проходил касаемо касаемо гвоздики здесь было у меня два литра сварена в общей сложности гвоздика 5 штучек тоже не прочувствуется совершенно анис 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 до 33 звездочки хватило хватило нормально анис хорошо очень проще на вкус проходит необычный немножко ну все на малиновой должно быть малина должна быть малины все-таки приоритет малина но легкая легкая нотка аниса тоже очень хорошо смотрится так что как то так ну на это видео я заканчиваю всем до свидания спасибо за просмотр поддерживайте меня если что в дальнейшем буду делать видео на на больше все-таки касаемо европейской кухни может быть десерты ну посмотрим я пока еще не знаю я только начинающие начинающий ютюбер повар у меня опыт довольно большой то есть я не боюсь работать ни с какими продуктами с какими деликатесами все это уже проходилось много раз я люблю готовыми доставлять удовольствие всем спасибо до свидания